Здравствуйте! Итак, я вам объявил в прошлый раз, что сейчас собираюсь вам рассказывать, ну скажем так, элементы некой писательной зоологии, примерно так же, как рассказывают про историю техники. Я объявил вам в прошлые два раза о том, что есть кто-то. То ли это такая программа, заложенная в нас, то ли это естественный отбор, как верят в это, естественный отбор, сочетающийся с случайными мутациями, как верят в это, значит, атеисты. Либо это, так сказать, бог-творец, который постепенно создавал, развивал живой мир. То ли это вот та программа, что в нас, ну что-то в общем, что занимается конструированием живых организмов. И вот раз от разу конструирование становится все успешнее и успешнее. Дело в том, что, как говорят палеонтологи, следы неживой земли, им у неживой земли планеты, да, вот старые следы, да, миллиард-летние какие-нибудь, не удается им обнаружить. Сколько они не находят ископаемых остатков, осадочных пород, все это произведено жизнью. Даже в самых древних осадочных породах они находят, так сказать, пилеты, так это культурно называется. Это называется продукты жизнедеятельности организмов. Вот то, что вот они вот, переваренные пищи, скажем так. Даже там всегда что-то такое было. И развитие жизни всегда происходило под флагом усложнения совершенственной конструкции. Очень напоминает работу конструкторских бюро, изобретателей, вот понимаете, вот патентоведов. Насколько я понимаю, одними из самых простых и самых древних организмов являлись так называемые прокариоты. Клетки, не содержащие клеточного ядра. Клеточное ядро требуется тогда, когда у нас программа, вот эта вот наследственная информация очень большая. Ее просто так вот не положишь на полочку. Для нее нужно завести специальный архив, который хранится в клеточном ядре, в хромосомах. Вот такая вот история. А тут вот можно без этого обойтись. Маленькая молекулка ДНК, не очень уж такая большая. Она вполне помещается, просто плавает в этой самой прокариоте. Вот прокариоты образуют отдельное царство, и такое впечатление, что они даже как-то вот не совсем связаны с нами, с эукариотами. Мы гордые представители эукариотов. Хотя все время живем рядом с прокариотами. И даже дружим. Кефир делают нам прокариоты, бактерии молочнокислые. В кишечнике у нас живут, простите, кишечные палочки, помогают нам заниматься пищеварением. Ну и много других примеров, в том числе болезнетворно, с которыми боремся. Ну вот так вот. Не со всеми мы дружно живем. Так вот, это, наверное, первые в моем списке существа, которые имеют оболочку. У нас сегодня речь идет об оболочках. То есть в каждое изделие, ну вот, например, автомобиль или радиоприемник, иметь всегда оболочку. И еще хорошо бы иметь, так сказать, каркас отдельно. А некоторые имеют отдельный каркас. Вот у человека есть оболочка кожи и каркас, скелет, на котором все это вот закреплено. Все, что есть, да. А не всем так повезло. Для некоторых роль каркаса и оболочки совпадают. И это очень хорошо работает на уровне микроорганизмов, на уровне бактерий, на уровне прокариот. Прокариот, да. Они маленькие. Стоит вырасти большим. Даже вот совсем маленькие-маленькие губки. Губки. Губки не то, чем целуются, а то, что, значит, организмы морские, которые занимаются фильтрацией воды, за счет этого живут. Вот. Только самые маленькие губки могут обходиться без скелета. У более сложных форм, то есть более больших, вернее, обязательно должен быть скелет. Иначе просто они под собственной тяжестью не удержатся. Вот. Ну, вот так или иначе какой-то скелет, либо внутренний, либо наружный, должен быть. Вот эти самые прокариоты делятся на грамм положительные и грамм отрицательные бактерии. Вот так вот. Слышали такое слово? Грамм положительные и грамм отрицательные. Зависит все это дело от их оболочки, как раз от каркаса. Вот здесь вот на картинке у меня каркасы. Грамм положительные и грамм отрицательные бактерии. Вот приглядите, с чем они друг от дружки отличаются. Вот. Очень много похожего, да. Вот эти вот, так сказать, палочки, да. Видите, вот такие вот, как сказать-то, сахаристые соединения, скажем, да. И у грамм отрицательных вот их пронизывают, вот такие вот белковые длинные молекулы насквозь пронизывают. Да, видите, вот этот вот каркас. Разное строение каркаса. Вот. И вот для нас, для тех, кто сдает всякие анализы, вот это вот, так это проявляется, грамм положительные и грамм отрицательные молекулки. Вот. Все зависит от строения каркаса. У этих самых замечательных субъектов бывают органы движения. Не следует путать эти органы с жгутики, их называют жгутики. Жгутик совершенно замечательный орган движения. Он у наших, у наших, значит, у эукариот, у простейших живых организмов, у простейших животных, да, одноклеточных, у них есть реснички. С помощью ресничек они могут двигаться. Но вот ничего подобного жгутикам, нашим, значит, эукариотам сотворить не удалось. Жгутик крутится со страшной силой. И буквально со скоростью порядка одного миллиметра в минуту этот самый прокариот может двигаться. Это кошмарная скорость в мире микроскопических, так сказать, существ. Вот, жгутиконосцы, да, жгутики. Вот. И знаете, как он, давайте покрупнее вам покажу. Значит, он работает как вертолет. Причем плохо сделанный вертолет. Жгутик крутится в одну сторону, а сама клетка крутится в другую сторону, ему навстречу, в противоположную сторону. Как это все происходит? Вот схема некого мотора, да, вот этот вот мотор, как говорится, видите, он так нарисован, как мотор. Вставлен. И я сомневаюсь, что это вот так хорошо отделаны, значит, узлы, да. Но, тем не менее, биологи именно так нам объясняют это строение. И вот прикреплен жгутик, да, и вот он должен так вот проводиться, вот такое вращательное движение винтовое. И потом это что-то типа Архимедова винта получается, сделанного из жгутика. А вот здесь вот сам двигатель. Двигатель приводится в движение за счет химической реакции. Вот там происходит химические реакции между органическими веществами и выделяется энергия. И вот приводит в движение просто вот этот такой вот вращательный механизм коловратный. Я, значит, всегда с детства думал искренне совершенно, что в живой природе нет, так сказать, колес, нет ничего, что было бы с колесом, да. Ну вот у нас есть на лапах бегают кошки, собаки, лошади, олени, а вот на колесах таких вот животных нет. Так вот, оказывается, есть. Это не совсем колесо, но вращающийся двигатель действительно есть. Ну, скопировать его было нельзя на ранних этапах развития цивилизации. Взять за пример, есть такая наука, бионика, да. Изучают биологические объекты, а тут, значит, идеи заимствуют для нашей человеческой деятельности, да. Вот бионика, бионика называется такая наука. Ну, вот такое вот занимательное вдохновление на изобретение с помощью изучения объектов живой природы. Вот тот и создал, да, вот, так сказать, создатель, так говорят, да, разработчик. Ну вот, полюбуйтесь на прокариот, сине-зеленые водоросли. Больше мы их сейчас не увидим. Вот посмотрите, вот они прокариоты, такие вот палочки, достаточно больших размеров они вырастают. Вот, это бурые водоросли. Ну вот, ну, а это уже наши братья. Наши братья-еукариоты. Солнечник. Вот у него есть, имеются покровы, что называется. Этими покровами он защищается от всего окружающего мира. Что это нам напоминает? Это нам напоминает, так сказать, ежа. Гораздо раньше, чем появился наш млекопитающий собрат еж, и гораздо раньше, чем появились очень интересные создания, так сказать, морские ежи, у которых эти иглы выполняют роль скелета, да, это скелетное образование, такие у ежей. У солнечников это микроскопические организмы, вот тут фрагменты его оболочки показаны под сильным увеличением, это просто элементы покровов, да. Ну, элементы покровов действительно для тех же самых целей используются. Мешают его, во-первых, кому-нибудь съесть какой-нибудь инфузорий, инфузорий любят заглатывать таких вот несчастных существ, вот. А во-вторых, в них запутывается для добычи для вот этого вот одноклечного организма. Ну, вот он, он солнечник, это фотография микроскопическая. Ну, как видите, вот эти вот лучи видно гораздо слабее, ну, похоже на солнце, да, видно гораздо слабее, чем на картинке. Ну, вот в этом прелесть картинок. Кстати говоря, я оговорюсь, такую вещь скажу вам, что микрофотография, вещь, конечно, замечательная, и мы вроде люди современные должны ей доверять, но на ней не всегда все хорошо видно. И получается любопытный такой момент. Ученые-биологи, в давние времена это было обязательно их свойство, обязательно наук, который они должны были им обладать, они должны были уметь рисовать. Потому что, разглядев что-то в микроскоп, они это дело зарисовывали на листе бумаги. Вот эти вот рисунки, да, так и говорят, вот строение такого-то организма по... А дальше идет фамилия такому-то ученого, который это нарисовал. Есть очень яркий поучительный пример, связанный почти с тем же самым, с разглядыванием трудно разглядываемых объектов. Разглядывали поверхность Марса, и на нем долгое время наблюдали каналы. Я еще увлекался этим делом в 50-е годы, разглядыванием карт, каналов на Марсе. Вот. Их так же зарисовывали. А потом оказалось, когда развилась техника фотографирования, когда Марс уже можно было хорошо фотографировать, появились электронно-оптические преобразователи, чувствительные фотопленки, там, большие выдержки, и все что угодно, оказалось, что никаких каналов на Марсе нет. Просто люди видели то, что хотели. Вот. И разглядывали в этих пятнышках, угадывали, вот, все что угодно. Ну, вот, если долго смотреть на Луну, говорят, можно там увидеть лицо человека, например, вот, вот, из этих пятнышек складывается. Ну, все что угодно. Вот такой вот. Так что, вот, будьте внимательны и осторожны в трактовке разного рода биологических фактов изобразительных. Потому что в ряде случаев они просто получены нам путем зарисовок, зарисовок с натурой. Ну, я уж сразу вам все расскажу. Бывают вот вскрытые организмы, и там тоже под картинкой подпись. Пищеварительный тракт там такого-то, такого-то животного, значит, по такому-то наблюдателю. Вот он вскрыл, нарисовал. Естественно, разглядеть пищеварительный тракт животного, вскрыв, нельзя без доли воображения. Потому что разрезанный организм – это уже не живой организм. Только скрупулезное изучение живых организмов в живом состоянии, там, с помощью разных методов, так сказать, интроскопии, да, там, знаете, рентгеновское излучение, там, томография. Это вот достояние последних десятилетий только уже. И то, честно говоря, видно-то там не очень хорошо. Всегда приходится что-то додумывать. Ну, ладно, продолжим наши рассказы. Нужно сказать, что солнечек здесь такой вот удачный исключение, у него такая большая развитая оболочка. А это амеба. А у амебы, строго говоря, вот такой четкой границы на поверхности нет. В отличие от клеток растительных, у растительных клеток есть замечательный материал – целлюлеза. И вот они из этой целлюлеза делают себе покрытие растительной клетки. Животные клетки, да, а я уже говорил, что мы сейчас такой зоологическими описаниями занимаемся. Животные клетки целлюлез не содержат. Мы не вырабатываем целлюлезу. И вот в этих животных клетках у них покрытие такое, ну, как вам сказать, внутри мы явно жидкие. Мы это вот, я себя назвал амебой, причислил к нам, к амебам, я вот вхожу в образ амебы. Вот. Внутри они явно жидкие. Забегая вперед, скажу, что движение амебы, вот ее, так сказать, перетекание, как бы, происходит, знаете, за счет чего? За счет того, что, за счет изменения концентрации раствора. Раствор бывает, вот настоящий раствор, там, где все продиссоциировало, жидкий раствор. А тут раствор вот белков. Где-то бывает раствор такой превращается в студень, да, это называется коллоидный раствор, коллодий. И вот за счет изменения концентрации в разных местах, не совсем понятно, как этот организм это делает, с помощью ферментов, наверное, каких-то, да, вот и происходит его движение, течение. А на поверхности он еще более, так сказать, концентрирован, получается такая, как пленочка на, как это сказать-то, стоит долго, так сказать, кисель. Вот. И на киселе сверху появляется пленка. Вот что-то вроде этой пленки, вот на этом вот киселе, кстати, кисель-то он из крахмала, да, а это не из крахмала, да. Ну, скорее тогда на заливном какая-то такая пленка появилась. Вот это вот оболочка. Оболочка чем замечательна? Тем, что она может, вот в отличие от нашей кожи, которую, ну, если проколоть, то, ну, прокололи, надо ее заживлять. Вот. То эта кожа проколов не боится. Она, наоборот, обволакивает что-то. И вот эти вот простейшие организмы, типа амёб, питаются обволакиванием. Они кого-нибудь обволакивают, внутри переваривают. Ну, давайте вот поглядим, что тут в нем есть в этом замечательном объекте. Вот он, кого-то уже обволокли, вот они, кто-то тут у них съеденный, а вот это кто-то уже переваренный. Он тут прошел процесс пищеварения такого, внутриклеточного пищеварения. Кстати, как утверждают, внутриклеточному пищеварению способны все клетки, живые клетки, в том числе вот и клетки нашего организма. То есть при желании одна клетка может съесть другую клетку или заняться поеданием какой-нибудь бактерии. Но если, конечно, у ней такая вот возможность есть, и бактерия не съест ее, так грубо говоря. Ну, бактерия, она не животная, она, значит, все-таки по-другому немножко устроена, да? Вот. Вот такие вот покровы. Ну, естественно, такие покровы для создания крупных конструкций, типа человека, кошки или собаки, они не годятся. Вот она. У ней, да, что еще есть замечательного в этих амебах? Чтобы амебе хорошенько переливаться, собственно, это объект движения, есть вакуоль. Вот я к этому слову ученому привык со школы, значит, полость. Сократительная вакуоль, она наполнена газом, а газ можно сжимать. И вот эта вот сократительная вакуоль перемещается с одной части на другую, то есть перемещается центр массы этой амебы. И происходит таким образом движение, понимаете? Вот, что называется, безопорное движение. Амеби, вот эти вот длинные, как называют их, ложно-ножки по-русски, да? Или, так сказать, подии, да? Под нога. Вот. А это вот, значит, подии такие вот. Вот. Они на самом деле передвигать-то не могут ничего. Это нельзя им отталкиваться. Это не, так сказать, щупальцы головоногого моллюск. Так, что-то такое вот, так сказать, подия. Просто, так сказать, выступаем хорошо, охватывать добычу ее, да, сюда, к себе внутрь клетки, обволакивать ее. Ну, не более того. А вот движение происходит как раз за счет перемещения центра массы. Вакуоль в другую сторону отгоняют, да, понимаете? Внутри себя. Ну, об этом разговор еще, наверное, будет у нас, когда будем говорить о мышечной системе. Тогда и поговорим об этом. Так вот, амеба вообще вещь не очень хорошая. Вы знаете, есть такая амебная дизентерия, да, вредное заболевание. Так вот, амебы, насладившись, так сказать, организмом своей жертвы, покидают его, образуют цисту. Вот эта циста снаружи покрывается подобием панциря. Приходится строить что-то из материала, похожего на хитин. Так биологи называют хитиноподобный вот такой вот панцирь, покров. Внутри этого хитиноподобного покрова, цисты, значит, целый пучок вот этих вот спящих, так сказать, амеб находится. Приходится в сокращенное такое издание, они собираются переживать за пределами организма своей жертвы какой-то период времени, пока не попадут в следующий, следующую своему, так сказать, хозяину, как называют. Вот, а без скелета бывает трудно обойтись радиолярии. Вот, у них скелет уже появляется. Вот он, скелет радиолярии. Это, состоит он из кремнезема. Есть скелеты, очень хороши, особенно скелеты, состоящие из СО2. Это я вам уже говорил, из ухи скремния просто-напросто. Представляете, такое вот, типа песочка получается, да? Но не песочек, это точно, исключительно тонкая смесь. Совершенно потрясающими покровами обладают инфузории. Инфузории – это весьма совершенные, простейшие, которые, как некоторые авторы утверждают, есть предшественники многоклеточных организмов. Это самые сложные, простейшие инфузории, которые много содержат различных, так сказать, специализированных участков своего тела, состоящего из одной клетки. И, в частности, специализированный участок у нее – это ее покровы инфузории. Вот покровы инфузории наиболее близки, так сказать, по духу к покровам многоклеточных организмов, но состоят не из клеток, а это вот просто мембраны какие-то, реснички. И у меня есть картинка, вот приглядитесь к ней. Меня она совершенно потрясла, как, так сказать, инженера в душе, да? Вот он покров, причем двуслойный. Вот, видите, вот между ними есть зазорники. Это, видимо, чтобы демпфировать какие-то вот соударения. Нет, не для этого. А вот для чего. Это узел крепления. Что он нам напоминает? Он нам напоминает, так сказать, маску пушки, что ли, я не знаю. Маску чего-то, что выходит за пределы изолированного объема. Вот, это ресничка. Ресничка, которая в движение приводится. К кончику реснички прикреплен тяж же. Так и хочется сказать, так сказать, мышечный тяж. Нет, это просто белковая такая конструкция, которая идет к сократительному, там такой есть сократительный вакуоль. И вот этот сократительный вакуоль ее натягивает в нужную сторону. Вот он в одну сторону натянул ее, вот в судьбе потянул. Значит, ресничка отклонилась вправо. Отпустил ее мышечный тяж. Кто возвращает? А вот эта вот мембрана, она тоже упругая, она возвращает ее в обратное состояние. Совершенно замечательная конструкция, как видите. И сугубо инженерная, я бы сказал, конструкция, правда? Вот, инженерная такая сугубо конструкция. Вот, вот разработчик придумал такую конструкцию. Вот она, достойна она, чтобы мы ее увидели, эту самую инфузорию. У нее есть постоянное место, которым она заглатывает. Это значит, что покровы уже не такие проницаемые, как у других простейших организмов. У других наших простейших. Потому что здесь реснички, вы видели, каков покров двуслойный, вот так просто не преодолеешь. Вот у нее специально есть место, его называют условно-клеточный рот. И есть место постоянное, через которое вот эта вот образовавшаяся здесь вакуоль пищевая, вот она пищевая вакуоль образовалась, кого-то съели. Когда после переваривания она, значит, опорожняется через то же постоянное место. То есть вот у него уже, как у многоклеточного организма, есть рот и анальное отверстие. Вот так вот. А это вот сократительный вакуоль, который пульсирует. Вот ему помогают в этой пульсации вот его окружение. Ну, как это все происходит, эта пульсация, за счет чего, каков механизм, ну, можно уклончиво говорить. Дело в том, что белки в ходе химических реакций, это длинные белковые молекулы, они меняют свою конфигурацию. Вот такая вот отговорка, если вас устраивает, то вот, причем там очень хорошее напряжение возникает в таком роде белковых молекулах. Напряжение. Знаете, что такое? Помните из физики? Сила, деленная на площадь поперечного сечения. Так вот, от десятых долей до, так, 5-7 атмосфер. Это килограмм на сантиметр квадратный в пересчете. Или, если хотите, 5 на 10 в пятой степени паскалей. Ну, это не очень много, в принципе говоря, вот так вот с точки зрения там сопротивления материалов. Можно гарантировать передвижение. Да, вот это вот. Такие возможности имеют белки при своем сокращении. Такие создавать, так сказать, напряжение. Ну, вот один из родственников того, о ком мы говорили. Мне сейчас хочется вам рассказать о многоклеточных организмах. Наверное, одними из самых простейших многоклеточных организмов являются губки. Вот. Правда, у губок, если они хотят быть большими, у них должен появиться скелет. Но каркасы, строго говоря, у нас отдельный разговор о них. Вот у нас, правда, вот оболочки и каркасы. Ну, в той части, когда оболочки играют роль каркаса одновременно. Так вот, у губок у них проблемы есть. У них есть наружный мир, который к ним плохо настроен. Есть клетки, которые занимаются пищеварением. Вот этим самым внутриклеточным перевариванием пищи. Вот они внизу здесь нарисованы. Вот это такой воротничок и жгутик. Да, вот такая вот ресничка, похожая на жгутик. Вот. Этот жгутик заканчивается органеллой, да? Вот, которая вот приводит в движение жгутик. Поэтому есть такая... Ну, никто не знает, кто такие органеллы. Есть даже такая мысль, что клетка, вот эта вот, так сказать, ядерная клетка, клетка эукариот, это есть уже сам по себе некая структура, содержащая набор эукариот, вот этих вот безъядерных микроорганизмов, которые здесь играют роль органелл, да? Все эти там рибосомы, лизосомы, вот это вот они все, так сказать, эти вот тельца бесклеточные. Вот. И вот он этим воротничком сюда вот заманивается, ему тут пища, и он ее захватывает и переваривает, да? Обмен веществ с соседними клетками, которые его защищают от окружающей среды агрессивно, видите, вот, он осуществляется через клеточную мембрану, другого пути у них нет, кроме как естественная диффузия, наелась клетка пищеварительная, из нее питательные вещества под действием градиента концентрации, как говорят физики и химики, переходят вот в эту вот защитную клетку. Есть клетки, кстати, специальные, имеющие дырку, пропускные такие клетки, они вот имеют устье, видите, вот устье. Дело в том, что должна попадать вода внутрь, внутрь, так сказать, губки. Чем замечательны эти губки, над ними всякие, и кишечно-полосные организмы тоже, над ними всякие опыты делали. Оказывается, клетки у них все-таки универсальные. В зависимости от того места, куда они попадают, клетка может переродиться. Был такой, по-моему, бесчеловечный опыт, так сказать, гидру. Гидра, знаете, такой есть маленький кишечно-полосный организм, выворачивали наизнанку. У нее, у гидры в кишечной полости, у нее там, значит, как раз пищеварительные клетки, которые занимаются внутриклеточным пищеварением. Так вот, вывернув наизнанку, ее, значит, произошло перерождение. Клетки, которые пищеварительно оказались наружу, они, значит, переродились в покровные клетки, а покровные клетки переродились вот в эти вот клетки пищеварительные. То есть, не окончательно произошла дифференциация клеток. Вот в организмах уже таких, как организм, значит, млекопитающих, рыб, то, что мы называем животные, так сказать, высшие, да, в них уже такой взаимозаменяемости клеток уже, к сожалению, нет. Ну, к сожалению, потому что это возможность медицины ограничивает наши, да, и возможность нашего выживания. Мы таким образом за специализацию наших клеток, за ее приспособленность к делу, платим тем, что вот, ну, нельзя микроскопом гвозди забивать. Вот так вот. Вот так и здесь. Так, ну, вот это клеточки пищеварительные покрупнее, а вот, так сказать, три основные конструкции губок. Вот. У них, у этих губок, они занимаются фильтрацией воды. Достаточно мощно, причем занимаются. Вот одна из конструкций губок вот содержит такие маленькие, как бы, так сказать, желудочки. Желудочки. Я так условно их называю. Их как-то так похоже по-гречески называют, что квази-желудок, типа. Вот. Которые изнутри устланы пищеварительными клетками, да. Вот. Здесь вот простая такая конструкция. Внутрь засосали воду. Вот отсюда вода попадает. Она несколько пульсирует, и выбрасывается вода наружу, сюда, да. Здесь еще внутри развитая поверхность для пищеварения, это еще удобнее. А здесь вообще структура, структура внутри какая-то, состоящая из каких-то вот этих вот желудочков, покрытых пищеварительными клетками. Такие губки очень мощные, выбрасывают струю воды где-то на 50 сантиметров из себя. То есть, такие фильтраторы очень мощные. Говорят, что, значит, те губки, которые живут в морях и океанах нашей планеты, они, по-моему, чуть ли не за месяц пропускают через себя весь объем воды, находящейся на Земле. То есть, видите, как вот, как мощно нас защищают от всего, что есть. То есть, хорошо фильтруется все. Эти губки занимаются фильтрацией. Они пропускают через себя, через свои клетки все загрязнения, которые к нам попадают. И в клетках они стараются с ними как-то бороться, ликвидировать, разлагать, окислять. Сами, бывает, гибнут, но нас от загрязнения сбавляют. Это, ну, широко говоря, условно говоря, так сказать, могучая печень нашей планеты, которая, вот, всякие загрязнения, что человечество производит, и сама планета производит, Земля, ее биомир, она успешно очищает. Ну, вот тут иллюстрация работы губки. Ну, посмотрите на нее. Вот он как, он только тут цветная. Вот он засасывает и выбрасывает, засасывает и выбрасывает. Вот колонии губок красиво они живут как, да? Вот такие вот фильтраторы вот и фильтруют. Стоят на дне моря и фильтруют. Ну, без скелета такой организм жить не может, сами понимаете, потому что он просто, ну, расплылся бы, опал. У него достаточно сложная структура. Есть, есть вот подводящий канал, состоящий из клеток таких вот. В данный момент они специализированные получаются. Специализировались просто как клетки, так сказать, покровные, да? Вот такой вот канал для подвода воды. И вот из этого канала в отверстие обращены сюда своими жгутиками, вот этими воротничками пищеварительные клетки. Вот такой идет характер распределения, да? Распределения, так сказать, пищи. Вот они вот сюда жгутики свои высунули и собираются ловить. Вот это разрез в области, так сказать, псевдожелудка. Вот. И вот такая вот структура между ними. Собственно говоря, так сказать, роль соединительной ткани играют те же самые покровные клетки, да? Это клетки покровов. Это разрез кишечно-полосного такого существа. Покровы, с одной стороны, с другой стороны, пищеварители. Здесь есть и такая смесь, состоящая из, собственно говоря, кишечно-полосного существа. Это сплошной покров, да? Наружный, внутренний. С одной стороны, тут удобно заниматься пищеварением, а с другой стороны, тут есть и клеточки, передающие нервный импульс. Все клеточки, занимающиеся, вот это, по-моему, сократительными всякими функциями. Клетки, занимающиеся тем, что они кого-то жалют, да? Это вот, собственно говоря, вот они. У растений позаимствовали, у растений есть, так сказать, жалющие клетки. Вот эта вот клетка, как, так сказать, мина до срабатывания, а эта клетка после срабатывания. Вот свернутой, такую в спираль в клетке, лежит жгутик жалющий, зубы. Эти зубы называются стилеты, так, как холодное оружие. Вот это вот стилеты распрямляются, выбрасываются наружу, да? Видите, как, и чтобы зацепиться еще, этот стилет может зацепиться за того, кто его жалит. Вот он кого-то там ужалил, и разбередил ранку стилета, и туда ввел этот самый жгутик, который будет сжечь там его. Плоские черви. Это еще одно такое изобретение создателя. Плоские черви живут в очень сложных условиях. Они живут в организме хозяина, да еще в его пищеварительном тракте, где идет переваривание пищи, и они запросто могут перевариться. Чем можно от переваривания защититься? Вот проблема. Ну, давайте подумаем, поизобретаем. Можно сделать жесткие покровы такие, да? Но как в условиях этих жестких покровов сам будешь заниматься, ну, скажем так, усваиванием чужой пищи, результатов чужого пищеварения, то есть, так сказать, воровством таким вот. А, нехорошим делом, да? Как? И придумали сделать следующее. Вообще убрать покровы. Пускай мы будем находиться в состоянии постоянного переваривания. Нас переваривает, и мы при этом немножко воруем. Вот такая идея у плоских червей. Вот, посмотрите, картинка. Есть такая у меня интересная. Сейчас вам расскажу, что на ней будет изображено. На ней будет изображен наружный слой плоского червя. Снаружи плоский червь покрыт слоем слизи. Вот он, слой слизи. Какая-то вот такая вот клеточная поверхность, вот реснички могут быть, да? Слой слизи постоянно страдает от действия внешних факторов. Если бы этот слой слизи состоял бы из клеток, да, он имел бы клеточную структуру, ну, их просто бы вот, их съело бы и разрушился бы червь. Так нет. Слизь сверху, а вот та клетка, к которой эта слизь принадлежит, находится в глубине более прочных покровов. Вот они, вот эти клеточки, это ядрышки клеток. И вот эти клетки постоянно генерируют слизь. Через эту слизь происходит и диффузия питательных веществ из организма хозяина, что называется, усваивание. И вот такой вот обмен. Вот такое вот замечательное изобретение для работы в экстремальных условиях было сделано природой, если хотите, или творцом. Кому как нравится. Вот разрез одного из таких кишечных паразитов. Кишечный паразит ловко устроился. Посмотрите, как он хорошо устроился. У него в этой слизи еще есть такой вот шипик, зубчик. Он еще, оказывается, с помощью этого зубчика может еще и передвигаться, может цепляться за тело хозяина изнутри. А слизь сама поступает по каналам. Я возьму на себя смелость назвать эти клетки генераторами слизи. Как вот у нас инженерный курс зоологии. Вот они, генераторы слизи. Слизневые клетки. Вот такой вот оригинальный способ был придуман. Но круглые черви как-то вот от этого все-таки стали постепенно отказываться. Более прочные покровы, более сложные системы пищеварения. То есть, они действительно для себя выбрали сплошную оболочку и ротовые отверстия, через которые там что-то такое можно пищу получать. Не все круглые черви, кстати говоря, являются, так сказать, паразитами. Но у них покровы все нормально защищены. Это уже изобретение приближается чего-то такое вот уже к чему-то понятному, доступному нам. Ну, то есть, похожему на нас. Уже очень сильно похоже на нас. Оно все более и более похоже. Вот это вот элементик кольчатого червя. Это земляная червь. То самое, дождевой червь. Посмотрите, до чего он додумался. У него есть хороший покров. Но, правда, покров должен быть влажным, потому что он через него еще и дышит. А влажным он должен быть потому, что кислород воздуха растворяется в этой слизи, а потом он диффундирует из этой слизи внутрь клеток. Вот ему сначала растворится в жидкости, а потом он диффундирует. Понятно почему. То есть, земляные черви могут жить только во влажной среде. Так вот, посмотрите, нечто похожее на волосок, правда? И вот этот волосок с помощью мышечных тяг приводится в движение. Он весь покрыт, так сказать, мускулами. Очень оригинально устроен изнутри дождевой червь. Это одно из замечательных изобретений. Но это больше к скелетам уже относится. Уже не к покровам. Уже некий внутренний скелет у него появился. Хотя и не совсем похожий на наш скелет. Его иногда называют гидроскелет. Вот как-то так. Вот он. И вот это вот уже элемент, да? Насыщать кожу всякими вспомогательными устройствами. Типа сальные железы, потовые железы, железы молочные. Это все вот с этого началось. Насыщение кожи всем чем угодно. Это вот дождевой червь в разрезе. Так, следующий, кто сделал революцию, следующий революционный шаг, это разработка, называется, членистоногие. У них роль в скелета играют внешние покровы. Вот они. Вот очень похоже что-то на кольчатых червей, слои какие-то, так сказать, мышечные. Но наружный покров у них жесткий. Они перешли от наружного дыхания. У них есть там тарахеи. У некоторых даже есть легкие. Вот этих самых членистоногих. Вот. И вот они пришли к тому, что их покровы состоят из пластинок. У кого пластинки из разных материалов, у кого из хитина. Вот. И мышечные тяги к ним изнутри прикрепляются. Вот получается такая структура, состоящая как бы из насечек. Поэтому насекомых, по-русски называют насекомые, они все в насечках. Вот такая вот структура. Вот это формула, так сказать, хитина. Хитин это, по сути дела, некий азотосодержащий полисахарид. Вот, пожалуйста, хитин. Как-то, по-моему, проходя химию, мы мимо него тоже проходили. Было такое дело. Конструкция покровов позволяет делать сочленения. Ну, вернее, никак нельзя обходиться без сочленений. Но самая сложная проблема, это как расти. Панцирь, он же не будет расти. Его надо сбрасывать регулярно. Линька. Процесс линьки. Кто-то им должен руководить. Вы когда-нибудь видели, какие у краба глаза? У краба глаза находятся на таких, так сказать, ножках, на таких, так сказать, выступах. Это сделано для того, чтобы в момент линьки они не отделились. Вот такая сделана конструкция у них. В действительности те железы, которые накапливают ферменты, необходимые для организации линьки, да, химического процесса, они как раз находятся на этих глазах, на этих усиках. Это вот тут схемка такого вот, значит, ножки глазной. Вот он, крабик, и вот его глаза. Это называется, так сказать, каменный краб, похож на камушек. Вот его глаза. И эти глаза, кроме зрительных функций, еще играют вот такую вот, значит, роль. Вот посмотрите, в разрезе покрова членистоногого. Вот это вот защитный слой, и к нему крепятся, значит, мышечные волокна, ткани, все это надо удерживать. Как расти? Надо сбросить с себя мышечные покровы. Как сбросить? Как от них избавиться? Вот сейчас посмотрим, как это происходит. Ведь придется все это отстыковывать, раз, начинается процесс тихо, незаметно. Происходит вот такой вот, вот это до начала, да, до начала. Вот видите, тут ничего нет, тут прилегают внутренние ткани к этим вот, к покровам, да. Прикрепляется тяж мышечный, вот он его пронизывает. Разжижается некий такой пылевидный субстрат, как говорят биологи. На самом деле это ничего не говорит никому, но происходит как бы переваривание этого места. Значит, происходит обеднение покрова, то есть он как бы усваивается, частично организм он его забирает. Это все происходит все сильнее и сильнее, до тех пор, пока не обрывается мышечный тяг, вот этот вот тяж же мышечный не оказывается отделенным. И под ним уже начинает нарастать, появляться новый покров, еще мягкий. И тут-то вот это вот животное вылезает из своей шкуры, из своего панциря. Что происходит дальше? Как быть без панциря ему? Ему надо расти, пока он будет расти, ему нужно питание. А как он будет питаться вот такой вот голенький, мягонький, да, бесскелетный фактически, потому что у него панцирь играет роль наружного скелета? Он поступает очень хитро. Он отекает, он разбухает, он много воды в себя принимает, раздувается и покрывается новым покровом. А потом, освобождаясь от лишней влаги, он подрастает внутри. Вот он как здорово придумана конструкция, да? Понимаете, тут многоходовые комбинации. Вот если один элемент убрать отсюда, например, вот эта идея вот разбухания, отекания после линьки, то уже просто вся конструкция не будет работать. Это вот как техническое решение, оно должно все быть продумано от начала до конца. Так, чтобы оно было работоспособным, пригодным для эксплуатации. Моллюски. Придумали себе строить раковины. Красивая вещь. Простое достаточно решение, но, по-моему, тупиковое достаточно. То же самое, совершенные моллюски отказались от наружных раковин. Это вот головоногие моллюски, в конце концов. А так раковин очень приятная вещь, все украшает. Ну, такой домик. Домик достаточно скучный. Есть, значит, двустворчатые моллюски. Он еще закрывается, домик. Очень безопасный. Но, сами понимаете, что как-то вот такой активной жизненной позиции вот с такими вот раковинками как-то не очень совместима. Что-то другое здесь нужно придумывать вместо этих разрезанных раковин. Кстати говоря, раковины, оказывается, одноклеточные организмы придумали еще. Если бы надо было патентовать раковину моллюскам, им, пожалуй, могли бы дать отказ. Сказали бы, что это уже известно. Были раковины одноклеточных организмов. Это под микроскопом вид. То есть, одноклеточный организм покрывается снаружи известковой оболочкой. Ну, чем не раковина? Самая типичная раковина. А это вот разрез раковины, ее структура. Внизу большие клетки, которые вырабатывают вот эту вот смесь. Раковина постоянно растет, надо увеличивать. Он выезжает, как бы сказать, моллюск из старого вот этого отсека узкого, строит новый большой, занимает его. А этот сзади него отсек, кстати, иногда становится поплавком. Вот как у этого животного это называется кораблик. По латыни наутилус. Вот это, кстати, называют животное наутилус помпилиус. Кто не знает, да. Вот эти вот отдельные, так сказать, секции держат его на плаву. И вот он плавает в верхних слоях воды, вот так примерно погруженный. Вот. И в верхних слоях воды, богатых планктоном, своими вот этими вот головоногий моллюск щупальцами, ловит себе пищу и припровождает свой желудочно-кишечный тракт. Вот он, головоногий моллюск. Прекрасный спрут. Полюбуйтесь на такие цветные картинки, пока у нас еще не стекло время. А это вот моллюск придумал себе сделать панцирь сочлененный. То есть моллюски сделали такие изобретения, скопировали у членистоногих. Сочлененный панцирь на моллюске появился. Тоже такой панцирный моллюск это называется. Время наше истекло. В следующий раз, когда мы будем говорить о каркасах, мы немножко поговорим и о покровах, которые им предшествуют. Потому что я вам открою, что такое... Ну, я вам потом расскажу, что я вам открою, чтобы вы не знали. А то вы догадаетесь. Всего доброго вам. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok